к самому повседневному, к мобильным устройствам и ноутбукам. То есть и Лига Вишн предлагает нам самим побыть волшебниками и дополнить реальность по своему вкусу. Вот оно, то самое приложение, которое может освоить любой, кто хоть раз имел дело с изготовлением презентаций. Можете собрать модели, задать взаимодействие между ними, положить это все, привязать это все к определенным меткам и задать те взаимодействия, те действия, какие модели должны осуществлять. Компании, которые дополняют реальность во всем мире, не более пяти. Российские волшебники в минувшем году стали резидентами Иннограда. Сколково – это та площадка, на которой мы можем как раз очень активно работать, ибо те средства, которые мы тратим на ресерс и девелопмент, мы зарабатываем сами. А сейчас у нас получается, что мы можем в связи с теми же налогами, послаблениями, льготами, которые имеются в Сколково, тратить гораздо больше средств на наши разработки. В наших гаджетах 4 из 10 приложений будут с дополненной реальностью. К 2021 году это будет 80%. Хотите вы или нет, если у вас в руках находится электронное устройство, оно будет использовать технологии дополненной реальности. Алина Темнова специально для программы Инноград. Ну вот пока шел сюжет, я пришел сюда. Здесь находится лаборатория микроанализа. Внутри поистине уникальное оборудование. Стоят эти чудеса техники миллионы рублей. Можно, например, разрезать материал тончайшим ионным лучом, а потом увидеть детали в супермикроскоп. В общем, чтобы получить экспертизу, участники Сколково пишут для лаборатории микроанализа тех задания и через пару дней получают результат. Мы можем охарактеризовать объект от нескольких десятков сантиметров до единиц нанометров. И сейчас мы находимся около прибора с максимальным разрешением. Это просвечивающий электронный микроскоп, на котором можно визуализировать атомную структуру твердого тела. Среди постоянных клиентов микроанализа – оптогард нанотех. Зоя Хватикова нам показала результаты исследований. На снимках видно, как с помощью лазера и плазмы изменились свойства материалов. Чем они отличаются от обычных металлов? Тем, что износостойкость и твердость покрытия данных образцов повышается в 4-5 раз. Они будут работать в 2,5-3 раза выше. Ноу-хау компании в том, что сверхпрочные материалы получают не в безвоздушном пространстве, а при обычном давлении. Это быстрее и дешевле. Не 200 с лишним долларов за дециметр, а 17 за метр. Стойкая деталь. Очень полезна в производстве автомобилей, нефтедобычи или, например, в РЖД уже подсчитали. Если рельсы и колеса вагонов ремонтировать реже, можно сэкономить больше 9 миллиардов рублей. Ну а что же у технопарка в планах? Конечно, дать возможность поработать всем ученым, которым необходимы лаборатории. Да и просто нужны офисы. Основные лаборатории мы планируем на здание технопарка, большого технопарка, который будет построен, как мы планируем, в конце 2015 года. И там сама инженерная подготовка сделана так, что мы можем туда ставить самое передовое оборудование. Мы можем туда также делать лаборатории самих участников. Кто-то приезжает к нам уже со своей техникой, со своими лабораториями. А куда технопарк удеваться? Только расти вширь. Ведь количество участников и награда растет. Кстати, мы записали интервью с одним из руководителей фонда Сколково об итогах 2013 года. Наше количество компаний-резидентов превысило тысячу. Их выручка по итогам года, по нашим оценкам, превысит 10 миллиардов рублей только от исследовательской деятельности. Они зарегистрируют, подадут более 500 заявок на регистрацию интеллектуальной собственности, в том числе зарубежных патентов. Неплохо нас поддержали в этом году и крупные международные российские компании. На сегодня с фондом подписано 32 соглашения об открытии неокорцентров на территории инновационного центра Сколково. Я думаю, что для нас этот год стал примером и стал возможностью показать то, что элементы экосистемы взаимодействуют друг с другом. Я уверен, что 2014 год будет не менее интересным для нас всех. Так что же в планах? К 2016 году в Сколково должны переехать большинство компаний. Для этого ежедневно на стройку выходит свыше полутора тысяч человек, чтобы все успеть достроить срок, в том числе и технопарк. Но и пока здания нет, никто времени даром не теряет. Результаты есть. О них мы и будем рассказывать в нашей программе «Иноград». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова